6.07.16 Педерсон на 45 сотых бьет личный рекорд с Ролунде Педерсон. Ну что ж, красавец норвежец, тут ничего не скажешь. Ну а Данила, как-то даже не сработал секундомер, чтобы не показал нам результат Семерякова. Ну, может быть, еще молодому, достаточно молодому спортсмену Даниле, 24 года недавно исполнилось, сложно просчитать, скажем так, все пики по сезону. И, может быть, еще будет у него пик, вот как раз на многоборном чемпионате и на финале Кубка Мира в Солт-Лейк-Сити. Еще посмотрим. Ну, пока нам совсем так увлеклись. И самое главное, что я не вижу и онлайн-табло на сайте результаты Семерякова, чтобы вам сообщить. Ну, не лучший показ, к сожалению, этого чемпионата. И заключительная пара, заключительная пара Патрик Рюст и Патрик Бекер. Тезки, но на 5 лет младше Патрик Рюст и его прочат в наследники славы Свена Крамера. Ну, практически на каждом старте Патрика Рюста мы об этом говорим. Пока он только принц рядом с королем Свеном Крамером. Но то, как он провел на чемпионате Европы бег в одной паре со Свеном Крамером на 10 километрах и переиграл его на десятке, это, конечно, уже заслуживает уважения. Патрик Рюст, действующий чемпион мира в классическом многоборье в Амстердаме в прошлом году в тяжелейших погодных условиях он выиграл. Но, по идее, тогда должен был побеждать Свере Лунде Педерсон. Семеряков, да, конечно, последний круг совсем... Так, Семеряков 36, результат 6-16-59. Ну, получается, что Семеряков проиграл даже Сереже Трофимову. Вот так вот. И на шестом месте расположился. Ну, да, но я думаю, что Виктор Александрович знает, что сделать, чтобы Данила меньше чем через месяц на финале Кубка мира был в лучшей своей форме. Патрик Рюст. Давайте сосредоточимся на нем. Патрик Рюст может прервать традицию российской сборной, брать бронзовые медали на всех дистанциях сегодняшнего дня. Пока Александр Румянцев третий. Но, конечно, Патрик очень хороший. Посмотрите, с каким открытым забралом он сразу бросился в бой. Один круг из 29 секунд, другой круг из 29 секунд. И вот уже получается, что пробежал он всего 4 отрезка, ну, 3,5 круга, после которых уже более полутора секунд выигрывает графика бега Сверра Лунда Педерсона. Да, пока Сверра лидер, пока Сверра рекордсмен катка, отобрав этот рекорд у Свена Крамера. Но Патрик Рюст, по-моему, всерьез намерен, ну, тоже как и Сверра Лунда Педерсон, обновить свой личный рекорд. У Патрика личный 6.08.98. И он как раз до Данилы Семерякова был рекордсменом Ти-Алфа, показав этот результат на отборочных соревнованиях в Голландии в первых числах ноября. Но потом, по ходу этапов Кубка Мира, во-первых, голландцы, как всегда, рассматривают Кубок Мира, ну, как, скажем, такие дисциплины, помогающие контролировать ход подготовки. На двух этапах в Томашове на 10 километров и в Хамаре на прошлой неделе Патрик Рюст не стартовал. У них сборы были и в Калальбо, и в Инселе, и вот я думаю, что как раз эта работа была направлена и на чемпионат мира сюда, и на многоборье в Калгари. Даже финал Кубка Мира не будет так интересовать Патрика Рюста, как вот эти два старта. Пока очень солидно бежит Патрик Рюст. Единственное, вот здесь, 23 сотых, вернул он своего преимущества, вернул своего Ролунда Петерсону. И, вы знаете, ну, я не могу сказать, что легко и свободно бежит Патрик. Такие немножечко расклябанные были шаги на переходной прямой мимо тренерской биржи. Вот нет ощущения того, что в каждый шаг он вкладывает максимум мощи. Еще 36 сотых отдал Сверру Лунде Петерсону. И мне кажется, что голландские тренеры могут сейчас начать волноваться. Не было ли вот такое бодрое начало, все из 29 секунд, не было ли это игрой в обан. И не промахнулся ли со ставкой Патрик Рюст. В принципе, еще достаточно места, еще три круга до финиша. А преимущество-то всего 87 сотых. Другое дело, что, конечно, даже если Патрик проиграет Петерсону, он, скорее всего, все равно приедет вторым. Потому что разрыв между Петерсоном и Крамером 5 с лишним секунд. Соответственно, ну, вы понимаете, за два с небольшим круга не проиграет Рюст 6-7 секунд. Но он уже проигрывает Патрику Рюсту, Петерсону. Да, очень заметно, как изменилась техника. И уже руки не держатся за спиной. И Петерсон не хочет верить, не хочет смотреть на табло. Ну, вернее, хочет верить, но не хочет смотреть на табло. Норвежцы никогда не выигрывали золото на этой дистанции на чемпионатах мира. Последним призером, ну, был тот же Петерсон два года назад. Это в Коломне он взял на чемпионате мира бронзовую медаль, а серебро было у Бока в 2009 году. Сверра улыбается, он все понимает. Ну, что ж, Патрик рискнул, но Патрик промахнулся. И Сверра лучше построил свой бег. Но я думаю, что спор еще Рюста и Петерсона отнюдь не закончен. Да, вторым финиширует Патрик Рюст и Сверра Лунде Петерсон. Чемпион Саша Румянцев, к сожалению, остается лишь четвертым. Вот, к сожалению, эти секунды и три десятых, которые он проиграл Свену Крамеру и не дали ему возможность выиграть медаль на этом чемпионате. Но, тем не менее, четвертое место Румянцева, седьмое, Трофимово, восьмое, Семеряково, это все равно очень достойно. И очень хорошие, высокие, ровные результаты. Хотя, подождите, я не посмотрел результат Патрика Беккер. Давайте сейчас, увлекся, нет, Патрик Беккер, шестой, да, Трофимов, седьмой, восьмой, Семеряково, да, Румянцев, четвертый. Патрик Беккер, 6,15, 762 секунды. Ну что ж, праздник, праздник у норвежцев. Ну что ж, Петерсон действительно очень здорово, невзрачно тоже походу начинал сезон, но прибавлял, прибавлял походу, и вот эта победа в Хамморе, мы понимаем сейчас, была не случайна. И, конечно, Саша Румянцев переживал, что проиграл Петерсону 3 секунды неделю назад, но сегодня Саша Румянцев 6,5 секунд проиграл Петерсону. Так что, тут сетовать не на что. Петерсон, к тому же, так потихоньку, может быть, выбрался, незаметно выбрался в лидеры Кубка Мира на прошлой неделе, и это будет очень интересная развязка борьбы за победу в Кубке Мира. Патрик Рюст, безусловно, огорчен, расстроен, не как даже принц он сегодня выступил, в общем, в лучшем случае Маркиз, который был лишь серебра удостоен. Ну, с другой стороны, на 5 километрах это первая медаль в карьере Патрика Рюста, и, наверное, будут еще и более значимые награды, может быть, даже и на этом чемпионате. Вот таким получился первый день. Три бронзы у российской сборной, четвертое место на 5 километрах у Александра Румянцева, но, согласитесь, боролись наши стаеры за награду в этой дисциплине, и, я думаю, что могут еще побороться на 10 километрах. А чемпионом стал Сверр Лундепедерсон, норвежец, соответственно, Мартина Сабликова, чемпионка на 3 километра, и командные спринты сегодня выиграли голландские сборные. С вами был Игорь Швецов. Не пропустите наши трансляции в три последующих дня. Это будет также насыщенно, красиво и интересно. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин